привет народ с вами варчик недавно зритель спросил у меня почему же у меня низкий процент побед вроде живу до конца стараюсь там фланги сдерживает так далее какой-то урон набиваю а процента побед нет вообще так вот в этом видосике я вам расскажу почему же у вас может быть плохой процент побед хотя вы даже наверное стараетесь в этом видео на фоне бой на лтшке на карте где в принципе легкие танки не нужны и это означает что нужно ехать и приносить другими способами пользу для себя и своей команды поэтому я принимаю решение поехать и помочь своей команде а именно просто убивать врагов ведь больше на этой карте заниматься нечем так и вы в каждом бою должны понять на что способен ваш танк чем вы можете заниматься для чего он предназначен есть пару видов лт для активного засвета для пассивного есть пару видов тяжей тяжи как танки поддержки тяжи которые бронированные могут сдерживать или продавливать направление и быстрые тяжи как и стэшки могут носиться по всей карте птшки бронированные которые могут играть с тяжами и птшки ватные которые сидят в кустах и только могут из-под тяжка накидывать урончик также у нас есть ст которые могут заниматься разными делами в бою ватные стэшки и бронированные так вот вначале вы должны понять на что способен ваш танк и как наиболее эффективно отыграть должны оценить карту что на ней можно сделать какой на ней геймплей и есть ли смысл заниматься обычными делами для чего предназначен ваш танк или это не имеет смысла в этом бою также нужно посмотреть какие танки у врагов какие у них лтшки для какого геймплея для активного для пассивного оценить все классы техники и в своей команде и во вражеской и отталкиваясь от этих знаний поехать и исполнить что-то наиболее эффективное на данной карте в данном бою против тех наборов танков которые есть если вы просто стоите и не умираете и сдерживаете какое-то направление просто смотрите вперед в какую-то дыру это конечно же неплохо но вы не тащите бой вы не ведете свою команду к победе вы не делаете ключевого вклада для того чтобы выиграть вы просто присутствуете в бою и все как серая масса которая просто есть нужно поехать на самую эффективную позицию реализовать ее на своем танке либо как танк поддержки либо активно играя от башни от борта танковать или если борт не сильно толстый но гусеница широкая можно просто гусеницей разводить врага нужно знать все фишки своего танка использовать в каждом бою по максимуму тогда у вас будет высокий процент побед нужно поехать сыграть активно и заслужить свою победу а когда вы просто стоите сдерживаете какое-то направление вы именно стоите ничего не делаете если вы набиваете урон только при поражении это значит что вы просто серая масса которая ничего не делает ведь урон набивать при поражении это означает что вы просто стоите и ничего не делаете и набиваете урон только за счет того что все союзники кончились к вам враги сами приехали поэтому вы набили урон а при победе у вас нет уродное и общий средний урон у вас низкий потому что вы не едете не играете если средний урон у вас высокий это значит что вы всегда активно участвуете в бою и решаете исход боя а если урон набивается только при поражении это значит что враги сами приехали а вы ничего не делали просто нажимали выстрел по врагам которые приехали к вам потому что вы все равно уже последний больше не к кому ехать вы настолько глубоко где-то стоите что вы остаетесь последний конечно вы набьете какой-то урон вы весь бой жили и ничего не делали пока вы стоите и ничего не делаете враги могут продавить какое-то направление занять ключевые позиции и решить исход боя уже в самом начале поэтому нужно шевелиться анализировать что происходит в бою продавливать направления на которых у вас есть преимущество после чего анализировать карту и возможно возвращаться на защиту базы потому что если это направление вы выиграли то скорее всего другое проиграли или ехать помогать на другой фланг просто бездумно ломиться по одному флангу тоже не стоит нужно все время смотреть на мини карту и понимать что там происходит это несложно когда понимаешь на что способен каждый танк в бою какой у него стиле геймплея активный пассивный и насколько он сильный все это нужно понимать и знать вот поэтому некоторых игроков очень низкий процент побед потому что они ничего этого не делают и ничего этого не знают чем быстрее ты в начале боя начнешь приносить пользу для себя и своей команды занимать ключевые позиции набивать урон на врагах подсвечивать их сбивать им катки максимально набивать все циферки возможные и урона и поддержки также быстро реагировать на ситуацию в бою вот тогда и будут победы а стоять просто смотреть в дырку это не игра и вы вообще ни на что не влияете если так играете у картошки почти все карты это две дорожки с одного фланга из другого фланга многие просто выезжают в одну из дорог и просто смотрят вперед по тропинке пользы с таких игроков практически нет делайте выводы с вами был арчик играть красиво всем пока а